Привет всем, с вами снова Евгений, записываю очередное видео. Сегодня я хотел бы поговорить о сервисе YouTube. На данный момент, как вы видите, я нахожусь на своем канале на YouTube. Здесь записаны мои ролики, различные ролики. И если люди, те, которые не знают, что такое YouTube, я напомню, YouTube это глобальный сервис туда, куда загружают у нас люди ролики. И этот сервис занимает первое место среди всех видеоканалов. Поэтому, это, кстати, сервис от компании Google. Далее, о чем я хотел сегодня поговорить? Сегодня я хотел бы поговорить именно об монетизации видео. Монетизация видео, если люди, те, кто не знают, что это такое, это значит, вы можете монетизировать свои видеоролики и на этом зарабатывать. Эта функция очень полезна для тех людей, кто занимается, например, точнее, тот, кто загружает видео на YouTube различные. Они могут их монетизировать и на этом зарабатывать деньги. Вот, у меня эта функция включена, поэтому, если вы посмотрите, видите, напротив видео у меня вот такие значки, да, доллары зеленые. Это означает, что мы видео поставили на монетизацию, и я на этих видео зарабатываю. Вот, видите, здесь также количество просмотров видео, лайки и комментарии, да. Итак, напомню, те, кто не знают, чтобы поставить монетизацию, нужно просто зайти в настройки своего аккаунта, я сейчас это не буду показывать, и там найти в дополнительных настройках, где у нас указывается страна, указать страну проживания США, так как эта функция, если вы укажете страну России, не работает. Поэтому укажете страну США, и система автоматически вам предложит подключить монетизацию видео. Напомню, что такое монетизация видео. Это вы разрешаете монетизировать свое видео, и таким образом вы разрешаете компании Google на ваше видео накладывать их рекламу. И когда пользователи просматривают ваше видео, появляется в некоторых местах реклама. И за эту рекламу вам компания Google начисляет определенные деньги. Поэтому, чем больше у вас просмотров, чем больше у вас подписчиков, тем больше вы можете заработать. Доход, в принципе, неограничен, и он пассивный. Так как, пока ваше видео, пока вы спите или что-то делают, ваше видео люди смотрят, вы на этом зарабатываете. Итак, я сейчас вам покажу вот раздел, а здесь сколько я примерно заработал на видео. Вот заходим в раздел YouTube Analytics, то есть это раздел, в котором мы сейчас увидим, сколько мы примерно заработали на наших видео. Но здесь промежуточный отчет, то есть здесь не все. Вот на данный момент, видите, общий расчет от 9 долларов, если мы вниз спустимся, вот сюда, да, у нас вот здесь показано, получается, видите, получается название, как наше видео называются. И вот здесь сколько просмотров, здесь видите общий расчет, видите, вот здесь справа вот королочка в долларах, то есть сколько мы заработали у нас денег. Вот еще раз повторюсь, то есть я свое видео монетизирую и зарабатываю деньги. Так, сейчас я что хотел показать, сейчас я покажу сайт, сейчас мы перейдем, вот, мы перешли на сайт, он называется, видите, Google AdSense. То есть это сайт, который следит за вашими доходами, сколько вы зарабатываете от рекламы на YouTube. Или же если у вас есть свой сайт, и вы там размещаете объявление от Google, вы будете тоже на этом зарабатывать. Это как бы считается партнерский сайт от компании Google. Итак, если обратить внимание, да, то можно здесь вот посмотреть. Итоговый расчет, здесь вот невыплаченные доходы до 1.01. Получается, на данный момент я заработал, видите, 25 долларов 60 центов. Это начисление до первого числа. Когда начнется февраль, мне компания начислит еще сумму за январь, за полный. Почему написано не выплаченные, так как компания мне их еще не выплатила. Почему? Если нажимать вот сюда, здесь написано, что вы не достигли порога оплаты. То есть, компания не может мне отправить эти деньги, так как у меня нет минимальной суммы порога оплаты. Вот когда здесь у меня будет 100 долларов, это минимальный порог оплаты, тогда компания мне отправит деньги. Компания отправляет деньги чеком на ваш адрес или же через платежную систему РАПИРа. Чек можно будет обналичить в определенных банках. Я знаю, что в России обналичивают ВТБ-банк и, по-моему, и все, наверное, даже. Да, не знаю, может быть, я слышал Альфа-банк, но я не уточнял. В Украине я знаю Приват-банк, но приват-банки в России этим не занимаются. Далее, если зайти в историю, вот, это был обзор в раздел «Платежи», то мы здесь увидим, вот, наши, это, видите, и итоговые доходы и платежи. За 31-е, вот, за 30-е сентября, то есть за каждый месяц, вот, июль, август, сентябрь, октябрь. И вот здесь вот в колонке, сколько за каждый месяц мы заработали. Вот здесь получается, вот, видите, остаток. Итого, вот, 25-60. Вот, за декабрь 11 было, за ноябрь 3. Дин, вот, видите, потихоньку, то есть сумма растут, потому что подписчики у меня растут. Видео я снимаю часто, и поэтому, вот, идут заработки. Вот здесь. Итак, почему я все же снимаю это видео, да, через телефон? Я сейчас вам объясню, почему я это все снимаю через телефон. Сейчас я зайду на свой канал на YouTube. Вот здесь, да, точнее, в видео зайду. Итак, почему я это все снимаю? Я это все снимаю для того, чтобы показать. Недавно мне компания прислала письмо. Точнее, пришло мне письмо от компании Google. Для чего оно пришло? Для подтверждения адреса. То есть, если вы занимаетесь партнерской программой, то, чтобы верифицировать свой аккаунт, и компания вам присылала деньги, вы должны достигнуть порога оплаты в 10 долларов. Так как у меня 25 долларов, я этот порог оплаты перешел. Поэтому мне компания начислила, то есть, поэтому мне компания отправила письмо. После того, как вы, получается, достигаете 10 долларов, компания автоматически отправляет вам письмо на ваш адрес, который у вас указан в аккаунте Google AdSense, чтобы проверить, живете ли вы там или же вы живете в другом месте. После того, когда к вам письмо приходит, вы подтверждаете это письмо. В этом письме, точнее, находится пин-код, все. После этого компания вам будет отправлять деньги, но после того, как вы достигнете порога оплаты. Вот, видите, написано не выплаченные доходы на 1 января, да? И вот здесь вот 26, и будут выплаты через 30 дней, это за следующий месяц. И вот здесь вот написано, видите, что оплаты, вот мои доходы, не достигли еще, видите, 100 долларов. У меня 25, и поэтому вот компания мне показывает, что как только будет 100 долларов, компания мне вышлет чеком деньги. Итак, сейчас я вам покажу письмо, которое мне прислала компания Google. Вот, если посмотреть, письмо выглядит вот таким вот образом. Здесь у нас вот написано, видите, если вы обратите внимание, Google Adsense Support, то есть поддержка Google. Письмо вот так вот выглядит. Здесь вот ваш адрес, фамилия, имя, да? Далее, вот если наоборот, сзади вот выглядит вот так, да, письмо от Google. Вот, обратите внимание, 23-го числа, да? Печать почты, то есть письмо пришло 23-го января. А у меня в системе было написано, что они мне отправили его 12-го декабря. То есть письмо шло около пяти недель. Но это нормально, потому что были праздники Новый год. Вот, если это письмо развернуть, например, да? Сейчас мы развернем это письмо. Оно вот выглядит вот так. Вот здесь вот с этой стороны какая-то информация написана ими. Я особо не читал, видите, здесь письмо все на английском. И вот внизу, внизу вот у нас здесь написано, видите, Yo Google Adsense Personal Indicator Number. То есть это пин-код персональный. И вот здесь вот написано 4 шага, которые вы должны проделать. Ну, это тут на английском, но там все это как в этом Google Adsense, что нужно делать. Там все просто. И вот здесь вот ваш пин-код. И тут вот внизу, типа, если что-то у вас не получится, обратитесь в поддержку. Я пин-код этот уже ввел, то есть система подтвердила мой адрес. Теперь я могу спокойно получать свои деньги, точнее чеки на почту и обналичивать. Итак, я думаю, это видео вам было полезно. Снимайте видео, зарабатывайте на канале, на своем канале YouTube. Ставьте монетизацию, чтобы компания размещала рекламу на ваших видео и зарабатывайте. Доход здесь не ограничен. Чем больше у вас просмотров, больше подписчиков, больше видео, тем больше вы будете зарабатывать. Подписывайтесь на мой канал, буду снимать различные ролики. Всем спасибо за внимание, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok